Разгребаются гробы, а весной, возможно, будут откачивать воду. В этом году снега выпало в два раза выше нормы. Осадки не прекращаются и по сей день, а это грозит сложной паводковой обстановкой, говорят эксперты. Пригород Барнаула уже активно готовится к встрече с большой водой. В поселке Бельмесево расчищают дамбы, где находятся водопропускные трубы. Они больше 10 лет спасали поселок от подтоплений. В этом могут и не помочь. Более двух десятков домовладений здесь, на территории поселка, у нас подвержены подтоплению. В этом году большой достаточно снегозапас, поэтому водички будет достаточно много. Это один из факторов, который нас держит в небольшом напряжении. Через две недели мы завершим работы по расчистке водопропускных труб, водопропускных каналов и гидротехнических сооружений. Вода уходит, вот эти канавы, здесь воды не бывает. А в этом году очень много снега. Потому что кругом канавы, они уходят, канавы выйдут. Тем не менее, власти настаивают на мерах безопасности. Чистить придомовую территорию, кровлю от снега, водоотводящие лотки и кювета, чтобы талой воды беспрепятственно уходили. А также позаботиться о личных вещах и документах. Если вода зайдет в дом, то нужно откачивать собственными силами и по возможности страховать дом. А дома застрахованы на всякий случай от повадок? Нет. Будете страховать? Нет. Нам повадок не страшен. Тем не менее, согласно предварительному прогнозу, этой весной от стихии могут пострадать 15 тысяч домов региона. Это 42 тысячи человек. Более точные прогнозы в Алтайском гидрометцентре могут сделать в середине марта. А пока... Сегодня у нас заканчивается снегопад. Будет переменная облачность, днем до оттепеля и ночные отрицательные температуры. А дальше на выходные, скорее всего, будет очередной период с неблагоприятными погодными явлениями. Опять будут осадки. Осадки продолжатся. Это значит, что повадковая обстановка в регионе усугубится. В центральном районе Барнаула, помимо того, что обеспечивают проход талых вод, проверяют состояние спецтехники, которая в случае беды придет к жителям на помощь. Кстати, только один район Барнаула в этом году получил свыше 4 миллионов рублей на противопаводковые мероприятия. Помогут ли вложенные средства минимизировать ущерб, скоро станет ясно. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.